Всем привет! В сегодняшнем видео я продолжаю дальше показывать вам свою коллекцию косметики, также от чего-то избавляться. У меня уже вышли две предыдущие части, ссылки будут, конечно, в описании. Я показываю все свочи, рассказываю о каждом продукте подробно, поэтому я надеюсь, что вам это видео тоже понравится. И в этом части я хотела бы показать праймеры, тональные и, наверное, консилеры. А дальше там посмотрим, что у нас будет по времени, чтобы видео не было сильно долгим. Давайте начнем с вас. Слева у меня такой вот кремик от Веледа. Это очень плотный жирный крем, который также можно использовать на тело, то есть он идет и для тела, и для лица. Я его использовала зимой на себе, когда у меня была просто ужасная сухая кожа, вся шелушилась, и как бы это было мое спасение. И также, когда на модельках, конечно, она тоже очень сухая кожа, то можно тоже хорошо этим воспользоваться. То есть лучше этого не было ничего. Вот, например, этот вот от Бобби Браун, это вот база тоже знаменитая. От нее я, честно, толком не вижу ничего. То есть, ну реально, когда вот была суперсухая кожа, как бы это вообще ничего не делало. А вот этот вот обычный крем, да, недорогой, был просто классный. Но, конечно, а вот этот крем, с ним только нужно выйти осторожным, потому что он такой жирненький, и лицо с ним достаточно сильно блестит. То есть лицо прям сильно блестело, из-за этого как бы тональный тоже потом держался, да, не очень хорошо. Поэтому нужно было прям конкретно пудрой делать, закреплять. В общем, тоже, как на своего любителя, да. Но повторюсь, вот по сравнению с вот этой базой, знаменитой, дорогой, это показывает себя намного лучше. Вот насчет этой базы я ее еще попробую. Попробую, но пока что я, правда, как-то не знаю. Дальше моя новиночка от Hourglass. Это минеральный праймер. Он не такой популярный. Про него буквально говорили только пару блогеров. И я себе сразу купила большущую версию, которая 60 мл, да, она 60 мл. И нанесла я только один раз. Поэтому толком ничего сказать не могу. Но текстура такая была, как немножечко силиконистая. То есть чувствовалось, что идет работа с порами. Но я еще, конечно, буду тестировать. Ничего плохого я пока не заметила. Буду тестировать. Дальше у меня здесь вот такая вот база от Салиэкспресса. Это вот просто вот силикончик-силикончик. То есть он прям, ну, как это вам объяснить, прям конкретно такая вот текстура. Смотрите. Прям вот. Вот смотрите, кожа сразу становится матовой. Когда-то мне нужно было так, где фокус? Когда-то мне нужно было именно что-то вот такое. Вот я не знаю, видно вам, нет? Просто полностью кожа здесь стала просто матовой. То есть в ней просто никакой жизни больше нет. У меня раньше были проблемы с порами и жирностью кожи намного сильней. И да, и поэтому у меня была эта база и эта знаменитая бенефит. Но я ими уже очень давно не пользовалась, потому что у меня сейчас уже таких проблем, слава богу, нету. Благодаря ретинолам там и кислотам. Поэтому я, честно, планируюсь от них избавляться. Потому что, тем более, вот это вот от Hourglass показалось мне чем-то похожим, да? Но текстура здесь, конечно, легче. И всё-таки это минерально. Это не должно забивать поры, не должно вызывать прыщечки. Что, например, я думаю, что может спокойно сделать вот эти вот две штучки. Вот. И также вот такие вот ещё от Juvane. Я не знаю, как это называется. Я, честно, даже не помню, откуда они у меня появились. И где-то я от какого-то блогера услышала, что их отлично носить как праймер. Потому что они такие тоже гелевые. Могу показать. То есть они, во-первых, здоровые, да, 50 миллилитров. И они вот такой вот гель. И этот гель, он прям вот тоже силикон. Ну вот как-то я не так давно пыталась, смотрите. Во-первых, наносится неравномерно. И вот начинает скатываться. Вот мне всё, вот всё, у меня всё скаталось. Я не знаю, видно вам это или нет. В общем, возможно, они у меня испортились. В общем, я вообще толком не пользовалась. Они у меня долго лежали. А потом как-то решила попробовать и, в общем, скатываются. Может быть, даже испортились. Это одна, как бы, идёт та же маска для ночная. А это вот именно как база. Ну, в общем, обе идут в мусорку. Так, с базами мы закончили. Давайте, наверное, приступаем теперь к тональным основам. Так, с чего начать? Давайте мы начнём вот с этого вот от Сенсай. Этой тональной я воспользовалась всю зиму. Я её купила на Чёрную пятницу. И вот пользовалась, то есть, всё это времени. У меня этот оттинок CF20. Это самый-самый светленький, потому что я очень беленькая. В общем, вот так вот он выглядит. В такой вот баночке. Этот тон самый влажный, который вот я когда-то пользовалась, да. То есть, у меня была сухая ужасная кожа. И только с этим тоном моя кожа выглядела более-менее. То есть, я в то время что только не использовала, не использовала... Блин, мой язык. Что только не пробовала использовать. И от NARS этот Light Reflection, который выходил. На мне он ужасно сухо выглядел. И от Bobbi Brown, которая Serum Foundation тоже довольно, да, недавно вышла. Тоже на мне просто всё было сухо. Что ещё пробовала? От George Armani. В общем, всё, что все советуют для сухой кожи. На мне всё было сухо. И только вот этот тон не выглядел лучше всего. Поэтому он у меня точно по-любому остаётся. Он, к сожалению, не такой бюджетный. Но, как бы, классный. И так, и что ещё? Ну, да. И вот что ещё новинка у меня появилась. Совсем недавно. И воспользуюсь только один раз. Тоже по совету купила от Kevin Aquan. Но он прям намного суше. То есть я привыкла вот этому вот уже тональному. И к этому влажному покрытию. И что, как бы, кожа не такая сухая. А этот я нанесла. И как-то сразу кожа выглядела такой немножко суховатой. Буду также пробовать. Возможно, это что-то больше на лето. Вот, но сейчас пока что он мне тоже суховатый. Это вот сейчас. Вот две таких мои тональные. Также тем летом я использовала Tom Ford. Вот у меня один оттеночек 6.0. Я прошлым летом много загорала в солярии. Поэтому, как бы, у меня этот оттеночек не подходил. Была, да, неплохая, неплохой том. Вот у меня он еще есть в оттенке 4.0. То есть посветлее. Пока от них тоже сбавляться не буду. Я буду смотреть. Но мне даже почему-то кажется, что это что-то похоже вот на Kevin Aquan. Поэтому буду тестировать. Сейчас пока что, во-первых, мне это темно. Во-вторых, суховато. Для лета, может быть, будет классно. То есть, как бы, летом я его любила. Так, давай с чего начнем дальше. Ну вот, в общем, такой тон у меня еще есть. Kevin Aquan. Это я когда-то его покупала уже давно в Tecomaxi. И я сейчас им просто пользовалась как затемнитель для тона, когда я кого-то другого крашу, да. Поэтому пока что мне тоже остается. И также я покупала вот эти тональные от Zaeva. Как они называются? Ну вот. Luminous тоже Foundation. Но тогда я на себе пробовала их. Тоже на меня также были сухие. То есть, на моей коже выглядело сухими. Это у меня, кажется, самый-самый светлый оттеночек. Да, 010N и также 420N. Я пока, честно, их не знаю. Может быть, также их для моделей, для клиентов использовать. Как бы, да, для смешивания. Потому что этот тон, он прям реально светлый. Он даже мне светлый. Он прям, ну, реально беленький. Буду насчет думать. Еще, еще как-то, может, нанесу на себя. Посмотрю, как они будут себя вести. Потому что, ну, как бы, еще толком мне не пользовалась. Но, в первую очередь, впечатления были как бы не очень. То есть, мне после этого тонального с Zaeva все кажется не очень. Что я ставила для клиентов, это Tone It Enough, который Rich Gold. Я его просто обожаю. То есть, если мне Sensei, да, то вот такое вот. То есть, он тоже остается таким влажным. Не сушит кожу. Выглядит натурально. Единственное, что у меня он вообще по цвету, как бы, не очень. Потому что они идут такие более розовато-сероватые. А у меня кожа более желто-зеленая. Как бы, мне по тону вообще не очень. Для каждодневного применения, да, мешать постоянно я это тоже не хочу. Поэтому он у меня лежит для клиентов. Для клиентов он отлично. Точно остается. Также у меня еще есть от Estee Lauder. Дэбл Вер, всем знаменитые. Оттенок 1V1 и 3V1. То есть, оба желтым по тонам. Тоже их оставила для клиентов. Потому что для меня это супер сухо. И то, как бы, я не знаю. И только если смешивать, я думаю, либо прям для очень жирной кожи. Потому что оно смотрится прям, ну, не особо натурально. И то я подумываю, вот этот цвет, наверное, от него избавится. От темного. И ставить только светленький. Потому что, как бы, два мне не нужно. Потому что и так я их часто использовать точно не буду. Я все-таки люблю что-то более натуральное. Немножко с сиянием. Чтобы кожа не выглядела, как маска. Также я купила вот этот тон от L'Oreal Perfect Match. Который тоже был, как бы, знаменитый. Что он весь такой натуральный. Сияющий. На мне он, опять-таки, выглядел сухо. Еще вот эти вот какие-то желтые блестяшечки. Я думаю, вам видно. Его нужно прям конкретно трясти. Иначе как-то он... Эти вот блестяшечки потом сильно видно. В общем, я его еще тоже толком не распробовала. Посмотрим. Но, возможно, он у меня тоже идет. Вот такой вот у меня оттеночек. 2,5D. 2,5V. Ну, посмотрим. Но пока что, как бы, так себе. И также вот у меня с Алиэкспресса есть вот такие вот две... Господи, как они называются? О, не знаю. Ну, в общем, один тон затемнять. Затемнять. Делать более желтым. И один делать тон более розовеньким. Да, то есть засветлять, затемнять. Можно, например, вот каким-то из вот этих. А вот именно делать другой подтон вот этими штучками. Как бы прикольнее. Они бюджетные, как бы, делают свое дело. Потому что никаких других я сейчас у нас нигде не нашла. То есть какие-то были от NYX, еще где-то. Никаких я не могу найти в магазинах. Поэтому вот купила вот эти. И как бы вроде бы нормальные. Потому что я знаю, что, например, есть в фирме Mac Pro. В них даже есть специальный оливковый, который делает подтон. Но здесь, в Германии, у нас это просто как-то недоступно. То есть этой марки вообще полностью нет. И заказать как-то это вообще невозможно. Хотя я даже для себя с радостью такое купила. Если знаете, где можно это купить, здесь, в Германии, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Буду очень благодарна. Так, и, в общем, с тономи мы закончили. Давайте приступать к консилерам. Сейчас я немножко так вот подвину. Ну и давай начнем справа. Это вот мои новенькие покупочки. Которые были куплены тоже для клиентов. Консилер L'Oreal Perfect Match. Он в самом, кажется, темном оттенке. Это который 8DV. То есть прям для темненьких-темненьких. И также от It Cosmetics Bye Bye Under Eye. У меня в 14-м оттенке и в 25-м. То есть я купила, чтобы было, скажем, да, такое вот что-то среднее. И этот прям темный-темный. Я их купила от It Cosmetics, потому что он у меня тоже есть. В самом светлом оттенке 10,5. И он как бы классный. Он очень хорошо кроет. И при этом он не сухой. То есть вот, например, да, если тарт, он потом высыхает и становится таким матовым, суховатым. То этот как бы не так. И мне кажется, он не сильно западает в морщинки. То есть он мне как бы понравился для себя. Поэтому я как бы для работы вот купила. Тоже еще в других оттенках. Да, и хороший объем у них. 12 мл. Так, ну давайте о тартах, если я уже поговорила. Он у меня в оттенке 16N Fairlight. Он у меня тоже достаточно давно. Я, честно, не знаю, оставить его или нет. Я еще подумаю. То есть да, правда, что он такой немножко все-таки суховатый. И что-то такое еще фиксирующее у меня появилось от Nars. Вот эти два консилера в шайбочке у меня в двух оттенках. Один Light 1. Это Chantilly или как он называется оттенок. Он прям суперсветлый. То есть он мне только под глаза подходит. Я думала его на лицо. Но лицо он все-таки мне светловат. И один оттенок, который я купила для лица. Это Light 2.2 Nougatina. Он вот такой вот. Как видите, я почти им не пользовалась. Их надо только один раз. Они мне понравились. То есть они отлично кроют, но при этом не такие сухие, как, например, Tarship Tape. Я пока что в них любилась. Они мои фавориты. Если мне хочется чего-то такого более поплотнее. Хотя вот даже, например, под глазками все равно выглядит все натурально и красиво, да. Также давайте, наверное, в шапочке вот этот консилер от Catrice. В оттенке 0,10. Я, честно, не знаю. Тут еще какая-то ворсиночка. Я им вообще очень давно не пользовалась. И когда есть от Nars, не думаю, что я этим буду пользоваться. Скорее всего, он у меня ходит. Потому что я вам даже не могу сказать, какой он. То есть, правда, давно не пользовалась. И очень мало. Также в шайбочке всеми знаменитый, наверное, от Becca, который идет под глазки. Розоватым оттенком. Это light to medium. Я думаю, что я от него тоже избавлюсь. Потому что есть, например, консилеры Nars и It Cosmetics. Они все отлично перекрывают. И это вот специально еще что-то носить розовенькое. В принципе, не надо еще с лишним слой. Оно очень бывает еще, может легко скататься. Поэтому, да, думаю, тоже избавлюсь. Также у меня не так давно появился консилер от Cisley в первом оттеночке. 15 миллилитров. Это просто отличный объем. Он вот тут вот с такой вот металлическим дозатором. Да, выглядит, конечно, не все аппетитненько. Но это очень классно и дает эффект. То есть, эта металлическая штучка под глазом так немножечко охлаждает. И, ну, приятно пользоваться. Кроет он вроде бы тоже хорошо. Но что-то прям тоже много. О нем сказать не могу. Потому что, правда, воспользовалась только один или два раза. Буду еще тестировать, пробовать. Ну, вот что-то вот, мне кажется, у них есть вот похожее, да, вот у этих двух консилеров. Также вот что-то легенькое у меня есть. Также от L'Oreal Perfect Match. То есть, он мне тоже понравился. Поэтому я купила, да, и такой вот же для клиентов темненьких. Он у меня, кажется, тоже в самом светленьком оттенке, да, 1N. Классный консилер. Он такой уже плотный, да, идет. Но все равно классный. Не так сильно забивается в сладочки. Но подумаю. Подумаю, потому что появилось у меня много новых. То же самое могу сказать и вот об этих вот оставшихся консилерах. Во-первых, вот этот зеленый от Catrice Camouflage. Чтобы зелененький, да, чтобы перекрывать красные пятнышки, да, прищечки. Тоже не вижу сейчас в этом большого смысла. Есть отличные консилеры, кроющие, тональные. Как бы тоже считаю, что не нужно. Избавлюсь от Clorance консилер. Это, кажется, старая версия, как я помню. В оттеночке у меня 0,1. Во-первых, он уже старенький. Мне кажется, он такой немножко уже надутый. Ну и далее, как бы... У меня есть что-то получше. Мне миллион не надо. От Pet Mancret. У меня оттенок L5. Я им воспользовалась, может быть, только один или два раза. То есть я его толком не распробовала. Может быть, дам ему еще шанс. Но я думаю, что он мне сейчас будет темный, да. Может быть, попозже воспользуюсь. Но прям чего-то такого хорошего я от него не слышала. Я когда его покупала там вместе с пудрой, как бы была хорошая скидка. Поэтому купила. Но прям он не такой знаменитый. Но попробуем. Может, потом попозже. Когда стану более загорелой. Также у меня есть вот такой консилер от Cap. Я не знаю. Мне кажется, попадался это в каком-то боксе. Оттенок 002. Он неплохой. Он не прям сушащий. Он не особо западал в складки. Но опять-таки мне не нужно. У меня есть достаточно миллион. Мне не нужно. Я тем более крашусь не так часто. Поэтому, думаю, от него я тоже избавлюсь. Так. И я забыла совсем про вот такую вот палеточку от Заива. Палеточка консилеров. Я думаю, что тоже избавлюсь. То есть это что-то такое вот кремовое. Но оно при этом такое очень сухое. То есть, ну, не сравнить вообще с консилерами от Nars. Я думаю, что я, наверное, тоже от них избавлюсь. Хотя вот здесь тоже есть такие темные, интересные оттенки. И розовый. Блин. Но теперь я не знаю. В общем, еще тоже попробую. Посмотрю. Нанесу на себя. И посмотрю, как они себя ведут на коже. Потому что тоже очень давно не пользовалась. Ничего уже от них не помню. И давайте, наверное, я еще вам быстренько расскажу про фиксирующий спрей. Давайте начнем вот с этого вот от Криолан. Я его от немецкого блогера услышала, что он просто фиксирует просто бомбически. Да, возможно. Но с ним нужно быть осторожным. Потому что он как лак для волос. Он даже пахнет очень похоже. То есть, его прям на какие-то супер выходы. И обязательно нужно аккуратно за глазами. Со всем вот этим. То есть, штука серьезная. Нужно быть аккуратным. Дальше у меня есть вот такой вот от Morphe. Тоже был очень долгое время популярный. Вот честно, вот что вот Murphy, что вот Maxx Plus. Даже вот, наверное, что вот этот вот от Hourglass тоже Veil. Честно, не знаю. Мне кажется, это все как одно. Не вижу толком никакой разницы. И также у меня есть вот такая вот какая-то миниатюрка от Ила Маска. Тоже увлажняющий. Мне кажется, я не пользовалась ни разу. И я подумаю, вот от него тоже избавиться. Ну, потому что так много тоже не надо. И от Urban Decay. Вот этот вот All Night. Тоже знаменитый. У него в такой миниатюрке. И его там осталось уже, кстати, не так много. Продлевает, не продлевает, не знаю. То есть, прям чего-то вот правда от фиксирующих спреев. Толком ничего такого прям не вижу. Вот этот вот, да. То есть, там что-то прям лицо, даже так, как сказать, как волосы. Оно становится такое немножечко как каменное. То есть, если перед борщи, то будет даже тяжело улыбаться. То есть, он прям вот такой вот. Вот, а вот эти все остальные как-то не знаю. Так, и давайте, наверное, еще пройдем по пудрам. Так, давайте я это уберу немножко на сторонку. Ой, конечно, все упадет. Первый – это рассыпчатые пудры. Конечно же, знаменитая от Huda Beauty. Она у меня в оттеночке Pond Cake. Она тоже должна очень хорошо фиксировать. Больше для выхода. Покажу. Вот такой вот цвет. Очень светленькая она. То есть, для светлокожих прям отлично. На себе я, кажется, еще ни разу не пользовалась. Потому что, повторюсь, у меня была очень сухая кожа. И только как-то, да, на клиентах я пользовалась. Тоже нужно быть осторожным, не перебарщивать. И это все-таки что-то больше для более жирной кожи. Да, то есть, она, ну, все-таки такая сушащая. Что я не скажу от Sensai. Она, кажется, да, в единственном оттеночке. Просто translucent. Она что-то похожа на Лору Мерсье. Ну, вот так вот она выглядит. Что-то похожее. Но мне кажется, что она та же, как будто, немножечко легче. И не так сильно матирует, как Лору Мерсье. То есть, что-то такое более натуральненькое. Ее здесь тоже много. 20 грамм. От нее я точно не избавляюсь. Ну, и вот Лору Мерсье тоже всеми знаменитая. Она мне тоже translucent. Она, как бы, ну, как обычная пудра. Я не знаю, что вот, правда, не еще можно сказать. Она более матирует, но при этом тоже может высушить лицо. От Hourglass тоже знаменитая. Вейл. Тоже она... Нет, все везде в каких-то ворсинках. Так вот, она выглядит тоже светленькая. Она что-то, может, тоже похожа на Сенсай. Да, тоже толком ничего не могу сказать. То есть, они для меня все очень похожи. Есть там вот различия, да, что, например, вот эти две. Они прям конкретно могут высушить лицо, да, подчеркнуть прям все шелушения. Эти уже не так сильно, но, опять-таки, если кожа прям сухая, с шелушениями, то лучше та же пудрами и та же не пользоваться. И моя тоже совсем новинка от Сислой в оттенке Ainz Iris, наверное, так она называется. Я ее воспользовалась один раз. Так вот она выглядит. Та же вот на камере, видно, в ней есть блестки. И эти блестки достаточно видно на лице. То есть, я когда накрасилась, ей мне показалось, что я воспользовалась хайлайтером. Так, подождите, где опять фокус постоянно пропадает. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите, видите, блестки. Это мне не очень нравится. То есть, это реально выглядит так, как будто я намазалась хайлайтером. Я еще попробую, потому что мне показалось, что как-то со временем, когда нанесешь, эти блестки, как будто немножечко уходят. Я еще попробую, но мне кажется, что она тоже уйдет из моей коллекции. То есть, хайлайтер на весь лицо с такими прям, ну, реально видны эти блестки. Я не люблю. И вот компактные пудры. Давайте начнем тоже с того, что я люблю. Это от Сенсай, которая прессованная, Cellular Performance, потому что их есть разные. Сейчас вам покажу. У меня еще есть другая. Она вот так вот выглядит, и она тоже не суперматовая. Она очень легкая. То есть, когда сухая кожа была, она прям была очень классна. Так, опять фокус. В общем, думаю, тоже вам видно, тоже у нее есть небольшой-небольшой блеск. Ну, вот так, наверное, ничего не будет видно. Ну, то есть, она немножко-немножко матирует. Но чего-то суперматового вы от нее не получите. Но при этом, как бы, да, все выглядит классно натурально. И вот у них есть еще другая. Так. Тоже написано Cellular Performance. Так, что-то я сейчас не понимаю. В общем, это уже пудра, которая с покрытием. Но я ее ни разу не пользуюсь, потому что она мне темная. Я тоже ее покупала на Черную Пятницу. И, как бы, она мне вот еще не тронутая. Нужно было отдельно покупать рефил и отдельно кейс. У меня это... Тоже не написано, да, какой номер. Но это, в общем, не самый уже светлый номер. То есть, у меня тональный светлее, чем эта пудра. В общем, тоже не тестировала. Буду пробовать, да, летом или когда я буду потемнее. И потом расскажу вам что-то больше о ней. Значит, давайте Charlotte Tilbury, конечно же, всеми знаменитая. Она у меня в первом оттенке Fair. Обычная пудра. Она тоже не прям супер матирует. Но при этом она уже лучше матирует, чем, например, вот эта вот Unsenseye. То есть, она уже такая более плотненькая. Ее больше будет видно на сухой коже. Но она тоже пока что у меня останется. От Pat McGrath. У меня есть такая пудрка под глазки. Она у меня в желтом оттенке. Так вот она выглядит. Она вроде бы нормальная. То есть, я ей пользовалась тоже не так часто. Но она тоже не супер матовая. Вот смотрите, я наношу на кожу. И у меня кожа все равно выглядит как бы натурально. То есть, как будто я ничего не наносила. Буду пробовать дальше. Смотреть. А, вот смотрите, у меня даже на пальце. Даже, вот видите, немножко та же пресса есть. От Innisfree, которая носейба, минеральная. Я ей как-то пользовалась летом. То есть, вот как бы на лето она была прикольная. Потому что она прям конкретно матировала. И конкретно, как бы, да, вот так вот все поры убирала. Я, наверное, ее... Не знаю. У меня сейчас, слава богу, кожа стала лучше. И такая жирная, как была. Поэтому не знаю, нужна ли она мне так сильно. Все подумаю. Также вот есть вот такая вот... Я не знаю, как она называется в Философии. Я не знаю, что это за фирма. Покупала как-то ее в Текамаксе. И она очень-очень мягкая. Она очень мелкого помола. Вот она такая светленькая. Честно, я ей очень давно не пользовалась. Но вот по ней видно, что она уже более матирующая. То есть, ну, прям вот я не знаю, видно в этой камере или нет. Но она немножко заматировала кожу. Подумаю еще тоже. Я последний раз пользовалась когда-то летом. Поэтому тоже сейчас толком ничего о ней не помню, к сожалению. Вот такая вот пудра от Бека. Она у меня в третьем оттенке. Light Shifter Finishing. То есть, она тоже финишная пудра. Это не фиксирующая. Как видите, в ней есть тоже небольшие такие вот блесточки. Но она сейчас, конечно, мне тоже темная. Вот видите, да? То есть, она заметно темненько. И вот есть небольшой такой вот перелив. Давайте, наверное, какой-нибудь сюда ее нанесу вам. Она выглядит как бы тут вот так вот прикольно. Но, мне кажется, я ее ни разу не воспользовалась. То есть, я как-то и так вот сводчила, сводчила. И она очень классно переливается. Но сейчас она мне темная. Я вот ее хочу сравнить с L'Ore Mercier. Они чем-то, мне кажется, похожи. Вот у меня такая есть от L'Ore Mercier в первом оттеночке. И она вот тоже такая с небольшим сиянием. Но она уже такая вот, смотрите, полупрозрачная. И давайте где-нибудь рядышком нанесу. Ну да, вот что-то похожее есть. Хотя я бы сказала, что обе-то та же сияет чуть поярче. Ну, мне сильно похоже не надо, потому что у меня от L'Ore Mercier есть еще и другие оттенки. И L'Ore Mercier я очень люблю. Она очень классно выглядит. И нету никаких блесточек. То есть, это просто вот такое вот нежное-нежное сияние. Как, например, вот этой пудре от Hourglass. Diffuse Light у меня оттенок. Но в ней есть блесточки. Я не знаю на камере, насколько это видно. Но я ее, когда носила на лицо, то есть пыли все равно немножечко росы блесточек. Давайте я какую-то сюда несу. Ну вот, их немножечко видно. Так, где фокус? Ну вот, я не знаю, насколько вам видно. Вот, но есть. Все равно в ней есть блесточки. То есть, в L'Ore Mercier, да? И вот та же вот в этой беке. Нет просто, ну, не единые блесточки. То есть, все выглядит как прям настоящий, натуральный такой, да, сияние. Ничего нет. А здесь вот есть как немножечко хайлайтер. Поэтому я правда думаю исправиться от этой пудры от Hourglass. И я больше, чем уверена, что я от нее все-таки избавлюсь. И на этом было все в этом видео. Мы поговорили о базах, консилерах, тональных, пудрах, фиксирующих спреях. Я думаю, на это хватит. Я уверена, что видео, наверное, уже очень долгое. Спасибо всем за просмотр. Также ждите еще следующих частей. Обязательно я еще расскажу о палетках теней, палетках для лица, о каких-то продуктах для глаз, бровей, помадках. В общем, еще обязательно будут видео. Видео на предыдущие... Ссылки будут на предыдущие видео в описании. Спасибо всем за просмотр. Я желаю вам всего хорошего. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok